21 сентября пограничным нарядом в лесном массиве вблизи государственной границы Республики Беларусь и Республика Польша был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. Далее в связи с его тяжелым состоянием было принято решение доставить его на пограничную заставу и вызвать неотложную помощь. Далее для оказания помощи направили в Свислочскую районную больницу. Житель Ирака Али Салах Ардам был доставлен вчера бригадой скорой медицинской помощи в приемные изменения в состоянии спутанного сознания с элементами переохлаждения. Сразу был госпитализирован реабилитационное изменение, где был осмотрен профилами специалистами, проведены необходимые диагностические обследования, ну и соответственно оказывалась медицинская помощь. И уже сегодня утром пациент переведен в общесоматическое отделение. В настоящее время его здоровье ничего не угрожает. Разбили мою машину. Нет безопасности. Правительство не может защитить меня. И где ваша семья? Ирак. Нет. У вас есть мама, папа, сестры и братья? Да, да. У вас есть. Но вы решили оставить Ираку только с вашим родителем. Да. Ну, есть братья. So, четыре дня там назад он пришел границу из Минска в Польшу. Хотел попасть. What's the aim of your arrival to Poland to go to another country or to stay in Poland? What was your aim? Your goal. Какова цель, куда он хотел попасть и из Минска в Польшу только и куда ты дальше? Польская армия. Представители польской армии. Кто там, они, не знаю, шокером, его, не знаю, как правильно. Собаками. Ну, они сказали, то есть, польские вот эти, да, товарищи, что если придешь снова, мы убьем тебя, заберем твои вещи, никто не узнает, что ты здесь. Polish army, the soldiers of the Polish army do this. Why did they do this? I don't know. No plan. Go to Belarus. Go to Belarus. То есть, я не знаю, почему они так поступали. Иди в Беларусь или в другую страну, заставившую мне гуманитарное убежище. Так как я не могу вернуться в Ирак, мне грозит смерть, если я вернусь.